982-й день войны. ВСУ ударили по нефтебазе в Ставропольском крае. Прилёт и последующий взрыв попали на видео. Также уничтожен комплекс С-400 в Крыму и радиолокационная станция «Подлёд». В Курской области российские солдаты записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что их гонят в местные штурмы, и отказались выполнять поставленную задачу. Это та самая 810-я бригада морской пехоты, про невероятные успехи которой постоянно рассказывает Z-Telegram. Но показать, правда, не может. А вот ВСУ могут и часто показывают их трупы. Но эти вот идти в штурм отказались и пока живы. Россия продолжает продвижение в Донецкой области, однако даже Z-каналы призывают не радоваться раньше времени. Людей не хватает, потери большие, а пополнение армии РФ проблемно не только по количеству, но и по качеству, рассказывают Z-каналы. А Россия продолжает бомбить Белгородскую область. Уже почти полторы сотни авиабомб случайно упали на регион с российских самолетов. Об этом и о многом другом в сегодняшней сводке. Поддержать ее можно вашим лайком, комментариям и подпиской на канал. Особенно подписками, они для алгоритма Ютуба наиболее важны. Ну и не забывайте покупать NVPN. Это VPN, который я сделал вместе со своей командой для обхода любых блокировок. Собственно, Ютуб не будет у вас замедлен, Дискорд у вас будет работать. Более того, если вы находитесь за рубежом и там тоже какие-то сайты заблокированы, то и их блокировку NVPN будет обходить, ну а также будет скрывать ваш цифровой след. Поэтому покупайте NVPN. Это можно сделать с российских карт, это можно сделать с любых других карт, с иностранных, не знаю, уместно ли так говорить. В общем, покупайте NVPN и тем самым вы в том числе поддержите этот канал финансово. И благодаря вам он продолжает существовать. Ссылки, естественно, в описании на покупку VPN. Опять же, там Telegram-бот и там сайт, который Роскомнадзор пробовал блокировать, но, так сказать, заблокирован был анус Роскомнадзора. А мы с вами переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Видео удара беспилотника по нефтебазе в Ставропольском крае появилось в интернете. По данным базы, БПЛА упал на территорию нефтехранилища в городе Светлограде. Судя по видео, после взрыва начался пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Но вот вы видите, действительно, дрон прилетает и взрывается. Наверняка местные власти расскажут что-нибудь об обломках беспилотника, ведь нет ничего страшнее для российских нефтебаз, чем обломки. Украинский осентресурс Киберборышна сообщает о поражении ЗРК С-400 или С-300. Они визуально очень похожи в аннексированном Крыму. Утверждается, что комплекс был атакован у населенного пункта Русаковка в ночь на 28 октября. На опубликованных спутниковых снимках видны следы, оставленные попаданием от АКМС. В целом, украинские атаки довольно чисты. Как беспилотниками, так и в том числе по Крыму различными ракетами. Дело в том, что просто ужесточение всевозможных законов внутри России, правоприменительные практики по поводу того, что приходят к людям, которые выкладывают какие-то записи прилетов, к ним приходят в Крыму, это, например, такой самопровозглашенный СМЕРШ, а вот заставляют их извиняться на камеру, угрожают уголовками, некоторых даже избивают. Из-за этого видеозаписи и фотографии того, как был осуществлен тот или иной прилет, становится сильно меньше. Из-за этого у кого-то может складываться впечатление, что как бы атака стала меньше, но это не так. УСУ все еще активно бьют и по установкам ПВО, и по нефтебазам. Также телеграм-канал Дасья Шпиона выложил результаты удара по РЛС под лед. 23.10.24, то бишь 23 октября, пишет он, был нанесен удар по радиолокационной станции 48 Е6К-1 под лед в районе мыса Тарханкут, Крыма. Удар нанесен с применением ударного БПЛА. Спустя неделю станция по-прежнему ожидает эвакуации для дальнейшего ремонта, пишет Дасья Шпиона и прикладывает фотографии в подтверждение своих слов. Поэтому увидим, что есть довольно эффективные удары по российским военным и топливным объектам. Ну а теперь перенесемся в Курскую область. Как вы знаете, я довольно пристально слежу за Курской областью, и в очередной раз вынужден повторить «я же говорил», правда. Ну то есть, не знаю, меня раздражает это, честно говоря, не то, что я говорю «я же говорил», а то, что ну так легко впечатлять всевозможных, ну не якобы, а правда независимых аналитиков, которые начинают такие «все», если за этот канал написали, что они взяли там Любимовку, что они взяли Ново-Ивановку, что они взяли там, я не знаю, Зеленый шлях и так далее, то мы им верим, и вот значит там ВСУ все потеряла, россияне успешно атакуют и так далее. По факту, когда дымка рассеивается, оказывается, что зетканалы, как всегда, привычно просто гнали пургу, что на самом деле большие потери несет там российская сторона, что на самом деле две трети из упомянутых населенных пунктов не освобождены российской стороной и так далее. И, в общем, до зетканалов и независимых аналитиков, которые по неведомой, повторюсь мне, причине ориентируются на рассказы зетников об успехах в Курской области, начало доходить. Доходить что именно? А то, что, как бы, я вам вот и рассказывал, что продвижения у РФ там нет, что армия России несет большие потери, а ВСУ успешно обороняются, иногда и вовсе наступают. Так, например, Роману Алехину, бывшему советнику губернатора Курской области, которого выгнали с санными тряпками после того, как оказалось, что он, значит, деньги со сборов тратит себе на дорогие машины, ему пришлось опровергать издание МЭШ, которое в последнее время несет вообще какое-то невероятное количество херни про фронт, и это просто, ну, какая-то, знаете, есть просто ахинея, есть зет-ахинея, ну, вот то, что пишет в зетканалах, а есть вот какая-то коношенковщина, и вот у МЭШа прям коношенковщина. Вот что написал Роман Алехин. Данные МЭШ и тех, кто пишет об освобождении ряда населенных пунктов, неверны, проверяйте качество своих источников. Выдавать желаемое за действительное в нашей войне опасно для наших бойцов, прежде всего, что уже много раз было доказано, пишет Алехин. Это связано с тем, что, несмотря на предупреждение Суворова, у нас еще очень многие ведут войну по газетам и телеграммам. Единственное, что Россия подтвержденно захватила за последнее время в Курской области, это остатки населенного пункта Ольговка. И когда я говорю остатки, я не преувеличиваю о том, что населенник теперь руины, говорит и, например, российская военкорша. Итак, ребят, это Ольговка, Кореневский район, Курская земля. Для всех, кто считает, что ничего не происходит, как это, к сожалению, подтвердает общение с людьми в той же Курской области, вот смотрите, как здесь ничего не происходит. Просто населенника нет. Часть Курской области в огне. Я не знаю, как разговаривать с людьми и объяснять им, что на их территории происходит война, и что еще нужно сделать, чтобы люди поняли, что надо самомобилизацию объявлять, включаться в работу и помогать всем нашим ребятам, чтобы вот это все не происходило в других городах. Кстати, а знаете, кто снес населенный пункт? Да, вы правильно поняли. Российские войска, кидающие бомбы на Курскую землю. Люди, дома, им похрену. Они не умеют воевать иначе, чем просто сносить все к чертям. Ну и традиционно могу отметить две вещи. Первая. Нужна не самомобилизация, а убраться нахрен из Украины, и больше ни одна бомба или ракета не упадет на Курскую, Белгородскую, Брянскую, любую другую российские области, и не будут умирать люди с обеих сторон. Максимально простой рецепт и единственно возможный. Вторая. Посмотрите на обмундирование этой военкорши. Смогли бы вы, как операторы дрона, например, понять, что это пропагандистка, а не комбатан? Очевидно, нет. И я бы не смог. Поэтому пожелаем ей скорейших билетов на концерт к Амзону. Между тем, появилось видеообращение военнослужащих, которые называют себя бойцами 382-го отдельного батальона морской пехоты в составе 810-й ОБРМП. Жалуются на практику мясных штурмов. Время записи обозначено как 27 октября. По их словам, командиры отправили в атаку на укрепленные пулеметные доты противника 4 группы по 4 человека. В результате 16 человек выжило семеро. Давайте посмотрим обращение солдат. Сегодня, 27 октября 2024 года, мы солдаты 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й бригады роты ШР. Мы сообщаем, что нас направляет на убой, как пушечное мясо, на укрепленные пулеметные доты противника в лобовое столкновение. Перед нами была поставлена задача выявить противника на определенных точках и, не вступая в контактный бой, отойти и сообщить командиру. Мы эту задачу выполнили. Но командиры приказали идти в лобовое столкновение на эти укрепленные пулеметные доты, где противник многократно превосходил в количестве. Нас было 4 группы по 4 человека. 2 группы перестали существовать. Мы, оставшиеся 2 группы, в количестве 7 человек, решили, что мы не пойдем, как пушечное мясо, на убой. И такие приказы были не первый раз. И мы не желаем больше находиться и служить в этом батальоне. Мы записываем это видеообращение, что будет происходить в дальнейшем с нами, мы не знаем. Возможно, к нам применят психологическое, моральное и, возможно, физическое давление. Мы просим помощи. В целом, если кто-то думал, что в Курской области Россия будет воевать не так, как везде в Украине, то как бы сюрприз. Действительно, посылают людей, люди там дохнут пачками. Мы этих дохлых уже видели в огромном количестве. Особенно со 155-й бригады морской пехоты. Потому что не надо быть суками. Если вы еще на войне, помимо того, что вы в фашистской оккупационной армии, если вы еще и военные преступления совершаете, будьте готовы к тому, что никакой пощады вам не получится. Я, конечно, не говорю, что их кто-то специально убивает и все такое. Но вот просто по какому-то невероятному совпадению многим бригадам, например, 95-й бригаде полицких десантников украинские, почему-то вот 155-й в плен не сдаются. Наверное, из-за героизма российских солдат. Поэтому просто огромное количество трупов из этой самой бригады морской пехоты, про которую, кстати, тоже были слухи, что там многие отказываются уже от выполнения задач в Курской области. Но вот сейчас, как вы видите, 810-й бригады морской пехоты, это как раз та, которая снабжала Ахмат какими-то пленными, какими-то кадрами. Ну, то есть делали настоящую работу по Ахмат, где-то там тусил, значит, френ пойми где. И вот в 810-й, как видите, тоже появились люди, которые вдруг не захотели дохнуть. Решение правильное. Следующий логичный шаг – это либо дезертирство, либо сдача в плен украинцам, либо убийство командиров, а лучше третий пункт, а потом любой из первых двух. Нормальный план, останетесь живы и не помрете. Вот, но, собственно, я думаю, что, скорее всего, опять же, как это и бывает со всеми обращениями, все люди, которых мы на нем видим, скоро умрут. Обычно оно так и бывает. Обращение само комментирует Z-канал «Филолог в засаде» и пишет, ввиду дефицита малых средств аэроразведки в подразделениях на тактическом уровне разведка Боэм продолжает оставаться широко распространенной практикой, что, по-моему, само по себе уже совсем нехорошо. В данном случае ситуация выглядит так, что у людей по выполнению поставленной задачи на вскрытие огневых точек противника без завязывания огневого контакта чисто спонтанно решили послать на те же самые огневые точки с того же самого направления, тупо на дурняка, без надлежащего планирования и обеспечения штурмовых действий. Стоит ли удивляться, что этот оставшийся после такого штурма коллектив 7 человек пошел в отказ и запрашивает перевод? Сдается вопросом «Филолог в засаде». Чем заняты остальные российские сандаты? Они, конечно, продолжают «Как мародерить Курскую область». Телеграм-канал «Пепел Курск» публикует новые видео, подтверждающие случай мародерства в райцентре Коренева, куда украинские военные так и не добрались. На первом видео показан дом 19 по улице Школьная. На кадрах, снятых внутри подъезда, видны открытые двери со следами взлома. Оператора сопровождает человек с нашивкой ВП. Это военная полиция. На втором видео показан, как утверждается, офис автозаправки «Роснефти» в Коренево. Помещение разгромлено, завалено обломками мебели, поврежден даже потолок. Напоминаю, что это все сделали российские солдаты, а украинских солдат в этой части населенного пункта и вот в этом втором Коренево по сути и не было. Поэтому все это руками российских солдат. Но, пожалуй, самое яркое событие по Курской области произошло в Телеграме. Юлия Витязева решила рассказать, что вторжение в СУ в Курскую область это хитрый план российской армии и лично Владимира Путина. Вот что она написала. Интересно, а кто-нибудь из тех, кто бесконечно критикует МО, ГШ и лично ВВП за то, что они не так воюют, найдут в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязанность, а именно, что утонуть в Курской авантюре был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным. Или это я сейчас какие-то неудобные буквы для тех, у кого вечно все плохо и не так в неудобные слова в предложении складываю. Вопрос риторический, но с намеком, пишет Витязева. Она, естественно, его удалила. И яркое оно не из-за того, что Витязева написала очередной дебильный пост, который потом удалила, а в том, что почти все Зетканалы в Едином Пареве пошли опровергать ее, попутно обличая проблемы России в Курщине. Вот, например, пост Зетканала записки ветерана. Нормальный такой план у ГШ верховного главнокомандующего по версии Лозановой, она же Витязева. 120 тысяч беженцев, 2000 погибших и раненых, около 4000 пропавших без вести и 30 разоренных и разрушенных населенных пунктов. Интересно, а верховный главнокомандующий был в курсе этого хитрого и гениального плана по заманиванию ВСУ в Курскую область? Если да, то у жителей Курской, да и не только области, появится много вопросов. Или может просто Лозанова в очередной раз мелит от себя тяну? Ну и таких много. Поговорим с вами подробнее в другом видео. Теперь перенесемся в Донецкую область, где встает сообщать о захвате Селидова, Вишневого и Зарянова. Также зафиксировано продвижение в СРФ в районе Новоукраинки, Новодмитровки и Кураховки. Не путать с Кураховым. По данным украинского военнослужащего, ведущего телеграм-канал «Офицер», в настоящее время на Покровском направлении ВСУ держат оборону в Вишневом. Автор сообщает, что одна группа российских военных прорвалась к селу Григоровка, но была уничтожена. Фронт плюс-минус устаканился на этом участке, пишет офицер. Другой украинский военный, Станислав Бунятов, признал потерю Кураховки и сообщил, что идет оборона расположенного рядом села Волчонки. Затканал «Осведомитель» утверждает, что Волчонку тоже взяли. По сообщению «Осведомителя», на том же направлении под контроль в СРФ перешел населенный пункт Кременная Балка. По данным автора «Офицер», группа российских солдат на мотоциклах штурмуют трудовое к северу от Угледара. Минобороны РФ опубликовали, в свою очередь, видео с телевышкой, но уже на другом участке фронта в Харьковской области, в Кругляковке, на левом берегу реки Оскол, на которую повесили российский флаг. Геолокация подтверждена волонтером осинпроекта «Геоконфирт». Вообще, что касается Покровского направления Даньска, мы много говорили с вами на этой неделе и на прошлой про проблемы, которые есть у ВСУ на этом направлении, про проблемы, которые есть у России на этом направлении, но, в принципе, меня несколько напрягает, что каждый раз, когда стоит начаться к какому-то там на мой взгляд, это устроено. Россия прикладывает большое количество сил, чтобы проломить какой-то вот оборонный пункт ВСУ. В данном случае это было Селидово. Многие считали, что Селидово пойдет за два дня, но город пал за примерно два месяца с момента, когда до него дошли. То есть, помните, тогда как раз был предыдущий этап, когда все паниковали, когда Россия продвигалась на Покровском направлении достаточно быстро, и вот как раз Селидово во многом с помощью бригады «Кородак» удалось остановить российское наступление аж на два месяца, сильно, я думаю, порушив российские планы. То есть, там Селидово, оно не на пути к Покровску, условно говоря, но оно обеспечивало фланг. Без взятия Селидово российские войска не решались довольно активно дальше идти непосредственно к Покровску. Поэтому, когда идет захват каких-то населенных пунктов, это немножечко такое неправильное восприятие, потому что оборону возможно выстроить только в конкретных точках. Где есть подготовленные позиции, где местность позволяет это сделать, где или там плотная застройка есть, которой можно, собственно, обороняться. Поэтому, когда прорывается, когда вот падает какой-то точка обороны, то, естественно, продвижение идет какое-то более активное по разным направлениям. И это происходит до момента следующей точки обороны. Что касается ВСУ сейчас, то ВСУ стараются, ну, то есть, нет задачи любой ценой удерживать какие-то населенные пункты. Есть задача сохранить как можно больше личного состава. Поэтому они обороняются только там, где есть для этого возможность. На Кураховском направлении скорее всего это будет Курахово. И то некоторые украинские военные задаются вопросом, а действительно ли будут Курахово оборонять? Есть ли в этом возможности для того, чтобы затормозить, а то и остановить российское наступление? Я к чему это говорю? Безусловно, ситуация плохая. И вот там месяца полтора назад, как раз вот, когда был первый прорыв на Покровском направлении, ну, не первый, уже один из прорывов, да, вот этот вот большой, меня спрашивал один коллега, типа, как ты оцениваешь, типа, ситуацию на линии фронте, типа, полная жопа или что-то? Я говорил, да, в принципе, нормальная она. Ну, то есть, как бы, да, есть у ВСУ проблемы, но, опять же, Россия имеет недостаточно серьезные продвижения по очень высокой цене. Поэтому, говорил я, в целом, ситуация не хорошая, но и не катастрофическая, типа, умеренно плохая, причем для обеих армий. То сейчас, конечно, ситуация для ВСУ на Покровском направлении довольно плохая. И плохая она во многом не из-за того, что Россия стала в этом смысле как-то сильнее. Нет. Плохая она из-за проблем, которые остаются в вооруженных силах Украины. Из-за проблем, связанных с бригадами, создания новых местопополнения текущих и успешных. Проблемы с мотивацией личного состава на конкретном направлении, с командирами и отдачей приказов, которые от них поступают на конкретном направлении и так далее. Но, пока говорить о том, что, значит, все там, не знаю, Донбасс упал или еще что-нибудь такое, я бы не стал. То есть, я пока не вижу этого. И, собственно, от шапки закидательства российских военных и аналитиков предупреждает из этого инкор Котинок. По его словам, все не так радужно, как многим бы хотелось. Вот что он пишет. У нас абсолютно неадекватная оценка военной ситуации в зоне СВО со стороны общества и в СМИ. К сожалению, тон искажения информационного фона, а зачастую дезинформации задали еще до начала спецоперации официальные силовики в виде некоторых говорящих голов с генеральскими звездами при трансляции бегущих строк, которым вбрасывались цифры, радикально завышающие потери противников живой Сирии и техники в разы. Эти сводки транслировались практически ежедневно. При суммировании показателей и цифр выходило практически полное поголовное уничтожение ВСУ. Такими темпами мы набили личный состав противника по несколько раз. Вторили этому потоку многочисленные ток-шоу на ТВ-каналах, где противника представляли деморализованной и абсолютно неадекватной в военном отношении массой стадом, которые пачками отправляют на убой. Демонизацию врага возвели в ранг обязательного обыденного явления до такой степени, что разучились отделять правду от вымысла. Вот и сейчас при наступлении в СРФ на Донецком направлении и остановке ВСУ под Курском СМИ и наиломы болтуны на ТВ-ящике уже залепетали, как и в феврале 22-го, о том, что фронт ВСУ посыпался. Поставки вооружения техники и боеприпасов западом близятся к концу по ряду причин. Через месяц-другой воевать противнику будет вообще неким и нечем и грядет капитуляция. Иных уже терзают сомнения, отдавать ли львов полякам и так далее. В общем, бенефис шапка закидательства вновь имеет место, что мало сочетается с действительностью. И вот почему. Оборона противника не рассыпалась, не исчезла, противник отступает западнее Донецка на ряде участков на Тоненького, но держится. Зарубежные поставки оружия ВСУ видоизменились, но продолжаются и будут продолжены, даже несмотря на возможную смену первых лиц США. Мягко говоря, никакой капитуляции не пахнет. Пока. ВСУ еще и удерживает плацдарма в Курской области РФ, периодически пытаясь продвинуться вглубь российской территории. Мы проводим наступательные действия вопреки законам военной науки, идем вперед минимальным числом благодаря массовому мужеству и героизму личного состава. Потери очень велики как под Курском, так и под Донецком. Противник перебрасывает подкрепления, стремясь не допустить обвала фронта. Противник по-прежнему пытается применять ракетное вооружение в нашем оперативном и тактическом тылу, работая по пунктам временной дислокации частей и соединений ВСРФ, пишет военкор Котинок. Как видите, истории, показывают, что потери большие, что прорывов, даже в местах прорывов нет, да, то есть дальнейший выход на оперативные просторы. В принципе, если мы уберем эмоции, вот так вот куда-нибудь в ящиках положим, закроем и посмотрим на карту, к чему нас периодически призывает Юлия Латынина, которая записалась в Z-военкоры, но которую я не упоминаю, потому что для Z-военкоров она не авторитет, а для прозумных людей она не авторитет и подавна с точки зрения военной аналитики, потому что уже год несет ахинею, вот, поэтому как бы при всем там некоторых нежных чувствах, помятуя славное прошлое, нынешнее состояние вызывает только утропь, печаль и иногда смех. Так вот, если посмотреть на карту, то можно увидеть, что за три года боевых действий при потере 200 тысяч солдат убитыми, 400 тысяч ранеными, при потере огромного количества техники, практически при потере половины, а то и больше российских, советских запасов с того времени, при подавляющем преимуществе в авиации, в артиллерийских снарядах, в, собственно, пушечном мясе, да, потому что именно там не количество, а пушечное мясо, да, потому что за российскими солдатами стоят заградотряды, их обнуляют и так далее. Вот при всем этом Россия смогла, что сделать? Россия смогла взять большое количество территорий в Луганской области, не самое большое в Донецкой области, ну, то есть еще много чего захватывать в Донецкой области, если мы представим, что Россия продолжит движение, не будет остановлено, крохи в Харьковской области, часть Запорожской области без Запорожья, часть Херсонской области без Херсона, которую она умудрилась потерять, и все это за три года войны, да, и если три года назад, в 22-м году Россия, российские солдаты дохли под Киевом, то сейчас российские солдаты дохнут под Курском, понятно, что они еще дохнут под Покровском, и так далее, но тем не менее, сам факт, поэтому с точки зрения вот чисто цифр без эмоций, ВСУ, так сказать, при гораздо меньших ресурсах заставляют Россию платить очень большую цену за любое продвижение, и я это оцениваю, как, ну, что плохо дела у обеих армий сейчас, по сути, ВСУ не может зацепиться за какой-либо населенный пункт или точку обороны, где бы она смогла остановить российскую армию, они бы смогли остановить российскую армию, Украина, а Россия при этом может продвигаться, но количество потраченных на это ресурсов, уничтоженной техники, потерянных людей настолько велико, что это ведет к долгосрочному отсутствию дееспособности и боеспособности российской армии, то есть по факту мы видим, как происходит демилитаризация российской армии, при этом есть ли дефицит ВСУ, солдатами безусловно, да, но у ВСУ еще много неиспользованных механизмов, которые они бы могли использовать, да, это и заключенные в большем объеме, потому что их довольно мало вербует на фронт, и мобилизация, напомню, в Украине идет с 25 лет, да, и этот порог может быть снижен, мне не кажется, что снижать его это правильная идея, но тем не менее, я просто констатирую факт, что в ВСУ еще есть ресурсы, есть ресурсы и с точки зрения количественного показателя, и уж тем более с точки зрения качественного, а если Владимир Зеленский действительно проведет, что называется, внутренний план победы, оптимизируя те вещи, которые мешают ВСУ воевать, а их немало, да, мы с вами тоже обсуждали, вместо создания новых бригад пополнения текущих с боевым опытом, вместо командиров, которые из Покровского направления рассказывают херню поставить, командиров, которые будут рассказывать все как есть, позволять бригадам самостоятельно, активнее вербовать людей, а не делать это через распределение СТЦК, и много-много чего еще, короче, есть проблемы, решив которые, можно довольно серьезно и существенно улучшить эффективность вооруженных сил Украины, которые и так, с точки зрения современной войны, невероятно эффективны, и низкий поклон любому украинскому военному, который прямо сейчас продолжает защищать свою страну от российской агрессии, ну и конечно, мы будем с вами не только благодарить их, но и продолжать их помогать, вот в ближайшее время будет уже следующий сбор. Что касается военкора Котенка, то вообще забавно про него слушать, про шапкозакидательство, потому что, ну он очень любит шапкозакидательство и активно это партификует в последние месяцы, но мы с коллегами все больше убеждаемся, что либо этот Z-канал ведут разные люди, либо там какое-то раздвоение личности, потому что там буквально перед этим постом где-то дня за два этот пост был 30-го, а перед этим постом за два дня там был пост, что мы громим в Новокровском направлении, вообще просто там бегут ВСУшники, капитуляция, прорыв фронта. Ну то есть он буквально писал то, против чего выступает спустя два дня, и это какая-то шиза абсолютная. Ну в общем нас, как вы помните, в Z-каналах интересует в основном описание ситуации в российской армии, потому что, ну представление об украинской армии у них быть в принципе не может. Представление об украинской армии может быть у украинских военных, и вот как описывает ситуация на Покровском направлении украинский военный Кирилл Сазонов. Его пост достаточно позитивный, надо сказать сразу, Донецкого военного. Друзья, пишет он, как обещал, коротко по ситуации в Донецкой области. Начнем с самого тяжелого, Покровского направления. Там все действительно плохо, и вопрос захвата Селидова действительно можно считать закрытым. Карадак и другие бригады действительно сделали невозможное. Вместо двух дней противник потратил несколько недель на штурмы. Был вынужден остановить движение в сторону Покровской, сконцентрировать именно под Селидова все, что было. Армейский корпус плюс танковая бригада, я не помню, когда одновременно была такая концентрация вокруг одного небольшого города. Упорство, с которым они бились за Селидова и дальнейшие движения войск противника позволяют сделать логичный прогноз. Они таки будут штурмовать агломерацию Покровск-Мирноград. Зачем? Не знаю. Логики тут нет никакой. Потери под Селидову у них настолько большие, что в ужасе сами военкуры. Очевидно, что штурмы такой большой агломерации, как Покровская, обойдутся еще дороже. При этом стратегических целей там нет. Главная задача это перекрыть трассу Покровск-Константиновка, и сунут на Покровск. Похоже, тут военным слова не давали и цели исключительно политические. В Часов Яре и Торецке продолжаются бои. Вопреки пессимистичным прогнозам похвастаться оккупантам там не о чем, пишет Сазонов. При этом в Торецке ЗСУ даже переломили ситуацию, отбили часть города и сообщения Кремля о взятии Торецка оказались преждевременными. А именно оттуда они уже вынуждены перебрасывать силы на Курахова. Других резервов нет. Впрочем, даже если бы они смогли сейчас взять Торецк это бы ничего им не дало. Обстреливать Константиновку это уже давно. Штурмовать всю агломерацию Константиновка, Дружкова, Краматорск, Славянск с юга на север нереально. Это на десятилетия. Единственный вариант оккупации Донецкой области было остается без изменений. Про него я пишу уже год. Это наступление на Лиманском направлении взятие самого Лимана и обрыв трассы из Харькова на Славянск. И они очень активно пробуют там продвинуться. На ЗСУ все эти попытки обнуляют. В нашем генштабе тоже умеют читать карты и видеть перспективу. А без результата на этом направлении противник рискует увязнуть в штурмах Константиновки бесконечно и Покровска долго и бессмысленно с военной точки зрения. И все это очень дорого по потерям личного состава и техники. Но и главное про аргумент плевать они хотели на потери. Согласен. Они не жалеют людей совсем. Но людей не хватает. Они сами признают, что сначала лето теряют каждый месяц больше, чем набирают. КНДР тут не решит ничего. Для понимания объективная оценка потери оккупанта за октябрь 40 плюс тысяч. Набрали меньше 20. Желающих идти на контракт все меньше. Уголовников гонят насильно, но они кончаются. Еще раз 40 тысяч. Их общая численность группировки в Украине после всех потерь и набросов меньше 500 тысяч. Это на год, если стачивать всех в ноль. Все территориальные продвижения России сейчас обеспечены их единственной тактикой КАБы и бесконечные пехотные штурмы малыми группами. Да, результат на карте есть. Но не стратегическая, а про потери я написал выше. Насколько у них хватит сил и ресурсов? Считайте сами. Поможет ли большая мобилизация? Маловероятно. Слишком низкое качество пополнения. Так что под Покровском они положат еще тысячи. Если мы удержим лиманское направление, а мы его удержим, взять Донецкую область до конца 2024 года у них не получится. Никогда не получится. Ресурсов не хватит больше, чем на 2025 год. Выстоим. Младший сержант Сазонов доклад закончил. При том, что оценки довольно позитивные, да, если это можно сказать в контексте, когда начинается со словами «все плохо», мне кажется, это довольно разумным взглядом. Ну, то есть, я имею взгляд похожий, я не являюсь профессиональным военным, не являюсь военным аналитиком, но, честно говоря, я не разделяю всеобщую панику. Ну, то есть, я уже этих паник навидался просто вот выше крыши. И у меня, я хорошо помню, у меня такая память специфическая, что у меня мышление такими лучами, не мышление, точнее воспоминание. То есть, я вспоминаю какую-то там битву, например, из нее у меня выходит сразу вот все, что было там вокруг, все, когда это было, и поэтому я очень хорошо помню. 22-й год, и как Россия там заходила в города, как были там биты Лисичанской и так далее, как в Харьковскую область заходили намного глубже, чем сейчас, да, потому что сейчас в Харьковской области волчанские россиянецы фактически остановлены, и мы не видим никаких перспектив на продвижение. Сейчас мы видим, в Торецке россияне не могут его дозахватить. Часов яр, опять же, помните, все били панику недели полторы назад говорили, вот, они перешли через канал туда-сюда, я говорил, так перейти-то можно сколько угодно раз перейти, вопрос в том, чтобы у вас там было пополнение постоянно, если у вас этого нет, ну просто высекут тех, кто перешел, а потом и тех, кто будет пытаться навести там что-то, все, вот так это выглядит. Опять же, это непросто, и потери у ВСУ есть, к сожалению, и их ничто не восполнит никогда, потому что можно отстроить города, но нельзя вернуть человека к жизни, да, но с точки зрения, вот если чисто военной, я пока не вижу какой-то катастрофы, она не просматривается, вот все там сдают покров сейчас, так вы его и два месяца назад сдавали в своих мечтах, мыслях, не знаю, опасениях, поэтому, работа идет, ну, главное, не забывать, мне кажется, говорить про реальные проблемы, которые существуют, и они не такие, как это описывают западные аналитики, они такие, как это описывают украинские военные, но что касается Запада, то Запад лучше бы за собой следил, честно говоря, я вчера уже там прошелся тирадой, не буду повторяться, но лучше бы западные журналисты тратили буквы, сук, деревья, на то, чтобы писать, что их лидеры импотенты, которые не могут сделать ни одного решительного действия, и что они, как раз из-за них ситуация становится хуже, потому что они не могут, блин, немножечко напрячься, включить свою голову, перед этим высунув ее из задницы, и наконец-то понять, что никакого умиротворения агрессора не может быть без последствий в виде мировой войны, уже проходили это все, вот этими бы людьми лучше западные издания занялись, вместо того, чтобы опять рассказывать, значит, что там у Путина получается, не получается, и верить на слово российской статистике. Ну да ладно. Кстати, к вопросу о составе, личном составе, Кирилл Сазонов задается вопросом, надолго ли его хватит, это очень актуальный вопрос, я бы даже сказал, честно говоря, это главный вопрос нынешней российской компании, военной, потому что, ну, есть две противоречивые, два противоречивых тенденции, две противоречивые тенденции, первая, это то, что мы видим, что у России большие проблемы с кадрами, да, из-за того, кого мы видим в бою, вторая, это то, что они продолжают наступать, вот эти две вещи, они плохо друг с другом стыкуются, опять же, жду 5 ноября, это случится совсем скоро, через 4 дня, и я, конечно, ну, буду внимательно следить, изменится ли что-то на поле боя после выборов 5 ноября в Соединенных Штатах, в общем, много может быть сценариев. Кстати, возвращаюсь, некоторые зетники пишут, что проблема не только в количестве, да, солдат, но и в катастрофе с качеством новобранцев, вот как это расписывает зет канал Гокмейстер. Проблема, как мне кажется, пишет он, сейчас немного иная, его там про количество спрашивали, точнее, длительное время имеется целый пучок проблем, и я не вижу пока даже намека на желание армии подходить к решению этих проблем системным образом. Во-первых, и это надо признать, мы расстеляли и растратили мотивированную пехоту. Она закончилась в 22 и 23 годах, собственно, никаких открытий здесь не делаю, об этом еще Стрелков всех нас предупреждал. Ну где сейчас Стрелков, напомните, пожалуйста. На место этих мотивированных людей приходят люди специфической категории. Это люди возрастной группы 40+, а часто и 50+, очень часто с проблемами медицинского характера, употреблявшие в жизни алкоголем, разными веществами, или просто находившиеся в заключении большую часть взрослой жизни. За последние 15 дней через меня прошло два набора свежего пополнения. Первая группа примерно в 20-25 человек с характеристиками по здоровью и умственными способностями, типа дрова. Вторая — неполная рота из 45 человек, большую часть из которых составляли вэшники, то есть те, кто заключил контракт из мест заключения. К слову, со здоровьем и мотивацией второй группы было сильно лучше. За косяки разного рода в первый день они у меня наджимались, наприседали с оружием 1100 раз на секундочку. Но тут мы наталкиваемся на мину, заложенную дедушкой Ленина. Точнее, на другую проблему. Сроки подготовки. Умными людьми в высоких кабинетах сроки боевой подготовки определены в 16 дней, для вэшников в 20 дней, и для создаваемых подразделений из вэшников в 21 день. И часто эти сроки нарушаются, в сторону уменьшения, конечно же. Например, проезжает на третий день подготовки целый генерал и задает серьезный вопрос. А почему люди у вас не поделены на двойки и тройки в целях боевого слаживания? Товарищу генералу привет, он точно себя узнает. На третий день люди автомат или пулемет взяли в руки третий раз в жизни. Так и хотелось предложить бравому офицеру взять в руки оружие и личным примером возглавить боевую тройку, чтобы, значит, все как по-настоящему, как в бою. Зачем это сделано? Ответы вам никто не даст. Кто-то, достаточно оторванный от реальности, принял эти цифры за реальные. Система закрутилась, заскрежетала, переживывая судьбы людей. У нас что, враг подходит крупным мегаполисам? Перерезает коммуникации? Кем мы будем заменять этих лишних людей, когда они тоже закончатся безвозвратными или медицинским образом? Третья проблема, ее тоже надо признать, отсутствие системы по воспроизводству командиров. Никаких нормальных сержантских школ, никаких курсов младших специалистов. Вообще них у них у них. Николай, Илья, Харитон, Ульяна, Яков, никуда. Нет на бумаге, то они, конечно, есть. Я знаю о географии номера воинских частей, но по факту там происходит все то же, что и везде. Профанация. Из восьми человек, выпустившихся в одной такой сержантской школе, четверо приехали в часть в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а еще четверо оказались в сочах. Как говорится, результат гарантированный. Восемь из восьми. Подойдите, распишитесь. Я уже сам готов создать и возглавить такую школу сержантов под ключ. Поверьте, даже в урезанные сроки подготовки пишется практически весь набор знаний и навыков среди статистического сержанта в СССР. Но тут мы наталкиваемся на что? Правильно, на вопрос про деньги. Деньги? Какие деньги? С надрывом возмущенно спрашивает моложавый генерал. Вы что, не патриот? Я-то как раз патриот побольше некоторых людей в зеленой форме, но одновременно с этим понимаю, что время и знания стоят денег. Капитализм же вроде как на дворе, как регулярно повторяет нам со всех экранов верховный главнокомандующий. Также по количественным проблемам в российской армии можно судить о ситуациях, которые случаются с военными. Жена российского военнослужащего из войсковой части 416-98, 5-ю МСБР, рассказала изданию Астра, что ее раненого мужа не отпустили на лечение. По словам женщины, военный по имени Денис был ранен в августе. У него сильно повреждена рука. В госпитале ему назначили отпуск, однако командиры не приняли этого внимания. Денис попытался сбежать, после чего его заперли в подвале в Петровском районе Донецка, откуда уже минимум дважды отправляли на штурмы. Словом жены, Денису нужны операции на руке, иначе он никогда больше не сможет этой рукой работать, сообщает она. Но я ей больше скажу, он вообще скоро сдохнет, скорее всего. Также примечательно, что в этом месяце Россия довольно активна, точнее, в прошедшем в октябре Россия била шахедами. Телеграм-канал Око Гора новости аналитика подсчитала, что за октябрь украинскую территорию атаковали 2077 российских беспилотников типа «Шахед» и других неустановленных типов. Из них 1150 единиц сбито, 155 единиц достигли цели. Остальные были подавлены РЭП, улетели в другие страны или оказались сложными целями. По подсчетам авторов канала, по сравнению с сентябрем, количество атаковавших Украину беспилотников выросло на 44%. В свою очередь исследователь «Сайрус» публикует статистику налетов БПЛА по дням в октябре. Ну и напоследок, кто еще кого обстреливает? Россия обстреливает не только Украину, а Россия также, конечно же, естественно, обстреливает и Белгород. Российский самолет уронил ФАП на село Пушкарное в Белгородском районе, в 6 километрах от Белгорода. «Астра» пишет со ссылкой на источники в экстренных лыбах, что бомбу весом в полтонны нашли 28 октября в поле, она не взорвалась. По подсчетам издания, с начала года над Россией оккупированными украинскими территориями зафиксировано не менее 138 нештатных сходов авиабомб. Собственно, это и ждет Россию. Будет все больше и больше ударов, захватов, смертей, смертей гражданских, от ножа СВОшника, от прилета, от собственной авиабомбы. Это все и есть война. Знаете, я сегодня прочитал, есть такой канал «Вольт-8». Это канал такого мобилизованного российского, который довольно много ноет, я довольно часто приношу его на тьё. И я обычно не пишу комментарии в затканалах, потому что меня банит там сразу. И я такой, ну ладно. В этот раз написал, там был пост про то, что, отвечая на вопрос, зачем мы воюем, пишет он, мы воюем, чтобы закончить войну. Я недословно цитирую, она близко к тексту. И дальше там идея про то, что, ну вот когда украинцы зашли в Курскую область, понятно, что никаких переговоров не может быть, все это хочет Зеленский, бесконечную войну, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И там в комментариях даже, ну типа, заэтники, судя по всему, проверить не могут. Говорят, типа, то есть начали войну, чтобы закончить. Я написал, ты вы долбоёбы, что ли, или что? Ну то есть, типа, это что за идея? Мы начали войну, чтобы закончить. А начинали вы её, когда её не было в полномасштабном формате. И обстрелов уже почти не было в последние годы, и они фактически не фиксировались на Донбассе. То есть, это человек, который постоянно ноет в своём Z-канале, что вот мы мобики, нас не держат за людей, мы как крепостные и так далее, но, как всегда, в шаге от правильного ответа. И у нас там дискуссия завязалась в комментариях, не с этим, это понятно, а с одним из людей, он говорит, ну вот так, а как, почему это происходит? Почему вот этот последний шаг не делается? Моё предположение такое, что если сделать последний шаг, то придётся признать, что ты ссыкло и подонок. Что ссыкло, ты потому что из этой армии не убегаешь и вообще туда пошёл по мобилизации. Ну или там, что не стреляешь своего командира-дегенерата. А подонок, потому что продолжаешь помогать убивать украинцев. И вот чтобы, глядя в зеркало, себе это не говорить, ты начинаешь верить в какую-то пропаганду, выдумать её или просто повторять. Ну потому что выдумать нормальную причину, зачем России эта война, да, ну то есть, какой в ней смысл, я имею в виду, то есть, зачем Россия эта война, понятно, да, они воюют за ресурсы, за территорию, за маленький писюль Путина, который вынуждает его всем доказывать, что это не так и так далее. Ну, судя по всему, моё предположение, извините, чисто психологическое. Короче, и по итогу невозможно объяснить, почему эта война правильная. Невозможно объяснить, почему заход войск в Украину, там, когда уже не было никаких обстрелов ни Донбасса, ничего, да, отдельная история, что вся эта история с Донбассом, это тоже чисто придумано и сделано Владимиром Путиным, да, до 2014 года, аннексии Крыма, не было никаких обстрелов в Донбассе и так далее. Более того, Игорь Стрелков-Гиркин говорил, что это мы всё там сделали на Донбассе, да, что не было там никаких больших сепаратистских настроений. Но даже если это отринуть, да, то вот, пожалуйста, ничего, никого не обстрелили, ничего не было, никакой угрозы России не было, никто не собирался нападать, да, и так далее. Это просто всё выдумка, и любой человек это понимает. Поэтому любой человек, который воюет, да, в этой войне на стороне России, он не просто там подонок, да, но он и человек, которому постоянно приходится лгать самому себе, чтобы каким-то образом сделать вид, что вот то, что он там в фашистской фуражке уничтожает людей или помогает это делать, что это хоть как-то оправдано. Но я надеюсь, конечно, что всех этих людей перебьют, надеюсь, что вот этого Вольта-8 разъебашит какой-нибудь дрон, на который я задонатил. Впрочем, если он дезертирует, то у меня тоже с этим проблем нет. Уменьшение количества россиян на территории Украины любым способом. Дезертирство, сдача в плен или убийство. Все три меня устраивают, и всем трем я буду продолжать активно помогать. Ну а с вами был Майкл Найк, и до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok